МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сустречу в университете новый керавник белорусской православной церкви пачал с молитвой. Размова с патриаршим экзархом усяя Беларуси, митрополитом Минским и Суцким Паулом тут шакали и выкладчики, и студенты. С 2002 года на гисторичном факультете вядется подрыхтовка по специальности теолог, религиознавца, выкладчика, эстетики и религиознавства. Отповедно, публика одукованная и затекавленная. Данная специальность заинтересовала меня, можно сказать, со школьных лет. И я всегда пытался петь на вопрос, зачем живет человек, в чем смысл жизни, что же такое истина. И вот, наверное, вот эти поиски, они меня привели на эту специальность. Весьма приятно, что в эти дни Великого Поста приехал на нашу Витебскую землю владыка Павел. На думку ректора ВНУ, у подмурку концепции работы с молодью, все не повинно быть духовно-моральное развитие особы. Тому безумовно важные такие сустретчи. Просто с суммой знаний, оно не сможет качественно работать ни в какой сфере, ни в образовании, ни в народном хозяйстве, в широком смысле этого слова. То есть прежде всего это духовно-нравственное развитие, становление личности. Что и происходит сейчас с молодежью в стенах любого университета. Митрополит Павел отказал на пытание про махчимость перокладу и ведение богослужению на русской мове. По его мерковании зараз не той час. Церковно-славянская мова объедновывая православных славян. Каких-то серьезных канонических препятствий к этому нет. Есть просто практика, есть просто опыт церкви. За час визиты у Витебска патриарша экзарх Беларуси наведаў некальки храму и провел в литургии. Наведаў садзибу здраўнёва с устреўся с грамадскастю. У размове со студентами митрополит Павел подкреслил, что ёму вширо сподобаўся духовный настрой у Витебску. Меня вчера и позавчера порадовало огромное количество верующих людей. Очень много в храмах присутствовало мужчин. Это очень показательно. Очень много детей. Вы знаете, вот чувствуете, что особое, хорошее православное христианское настроение у людей. Юлия Устинова, Леонид Табула, Новины, Витебск. Мы гэтую войну будем памятать зал Сёды. В Витебске областных разнавшим музею першинил проводить интернет-акцию. Ее промерковали до 70-ти годзи в извалении Беларуси однямецко-фашистских захопников. Супросонники музея пропонуют же храм в области поделиться информацией со своих домашних архивов. Война закрану ломать каждую семью. У многих заховываются фотосдымки, документы, записные успамины, газетные артыкулы, связанные с падениями Великой Ачинной войны. Усюгатую информацию можно дослать по электронной поште. Сабранные материалы будут размешаны на сайте Витебского областного кразноучного музея. А кроме того, тут охотно примут все речи, связанные с Великой Ачинной. И они пополнить экспозицию музея. Супросонники Центра творчасти Дятей и Молоди Першамайского района выказали жадание принять удел у нашей акции. Так само яны вышли и подключить до этого деток, які у них займаются. Так само буквально некальки ден назад до нас звернулся жахар города Витебска с довольно колоритной историей з особистых життя. Он рассказал, что будучи еще 6-годовым хлопчуком, он закопался на рады на одном из участков городовского района. Эта история уже гучала в прессе в 2008 году, но довольно интересно, что он вернулся до нас. И про эту историю доведуется больше, сколько людей. Меня это праза интернет. Интернет-акция «Мы гэтую войну будем памятать за усёды» протягнется до 1-го липеня. А кроме того, до 70-ти годов позволения Беларуси от немецко-фашистских захопников в Витебске областных краязнавшим музей плану организовать всю встречу с ветеранами войны, конференцию, обновить экспозицию и открыть шерох новых выставов. На потребы отчиненной вытворчести распросовки в ученых институтах техничной акустики НАН Беларуси актуально укореняются на предприемствах в области и республике. Причем диапазон пропанов сбоку вытворцу самый широкий, от серьезных промысловых распросовок до бытовых. Шмат заказов связан с вытворчеством технологий, где широко выкористовываются ультракуковые багани. У приватности с подобными пропановами звертаются и такие буйные промысловые гиганты, як Соликорский калинокабинат, а так само предприемство бытового обслугования. Очень часто к нам обращаются. Вот сейчас интересное предложение Борисовского предприятия, который предложил нам поучаствовать в импортозамещении и создать продукцию в виде абразивного шнура, который они используют для своих целей. Причем заказ там очень большой. И я думаю, мы тоже успешно справимся с этим заданием. То есть, в принципе, по сравнению, как 10-20 лет назад было, конечно, прямых обращений, прямых контактов с предприятиями становится гораздо больше. Небоспешный маневр на автодорозе Витебск-Полоск с коншуси трагедии. 40-х годовый водитель Жихаргорода Мстислауль на автомобиле Ниссан выехал в пробойне на полосу состречного руху и сутыкнулся с грузовым Вольва. Водитель легкового автомобиля отырмау семяродные травмы. Магеляучанин, який керовау фурой, не потерпел. Шумилинский раус проводит проверку по дадзинам ДТЗ. Спрэшный светлофор, пешеходный переход каляратуши на улице Ленина. У Витебску стал регулируемым только учора у вечера. А новый светлофор, який установила Держут инспекции, уже наробил шуму. Интернет супольности, активно обмерковая мотозгодность, его усталевание минавито в этом месте. Высамбый светлофор створит седодатковые заторы в самом центре города. Водителям он будет не вельми добра башны. А пешеходы станут занадто упровнены в своей безопасности. Инспекторы дави парырусь в этот участок дороги славятся своей аварийностью. И особливо частыми тут были авары за делом пешеходу. Там можно зарабить пешеходный переход регулируемым было необходно. Он гарантует обеспеку пешеходам. В последнее время на площади Свободы, как вы видели, большое скопление автомобилей, в час пика особенно. Данный светофорный объект будет расстроен таким образом, что он будет отсекать часть потока автомобилей, давая тем самым возможность автомобили, которые уже движутся ближе к площади Свободы, перестроиться и занять удобное для них движение полосу. Светофорный объект будет расстроен таким образом, что есть как основные, так и дублирующие сигналы. Видно и с правой стороны, и с левой. То есть водитель, подъезжая заранее, если он наблюдает за дорожной ситуацией, он вполне объективно, то он увидит обязательно сигнал светофора. И тем более, насколько мне не изменяет память, они вынесены на проезжую часть с помощью специального кронштейна. Ну а пешеходы, пешеход как участник дорожного движения, он в первую очередь должен убедиться в своей безопасности. Эта проблема будет актуальной только у перши. Перед работой светофора позднее, звертательная говаху станет вышкой для водителям и для пешеходов. В самый ближайший час регулируемым станут следующие два пешеходные переходы в Витебску. На проспекте Фрузы и Черняховского. Тут, где аж вот инспекция, так само установить новые светофоры. Активная забудова домов на улицах Шапаева и Мира у Витебска порушила звыклый уклад жистья в микрорайоне. Умнику работ зруйнована частка дитяшей плясовки. Месседжи скарзится, что подрастающему поколению не стало дебавить вольный час. Я напереканана, что спортивную арену больше не одно ведь, а ей место в зоме парковка для автомобилей. У ситуации разбиралась и наша сдымочная группа подробязанности у Сярье Мисурагина. Микрорайоны и проспекты Фрунзы в улицах Шапаева и Лазо мают в острый дефицит у гульнявых детяшек плясовках. Это размешанное на проспекте Фрунзы у дворах домов 58-62 мая больше чем 50-ти годовую историю. А не в связи с будовництвом новых домов, а ее практически скасовали. И это стало велезарной проблемой для мясцовой дятвы и подлетку. Некольки годов тому старшня Аблова Конкам Александр Косинист на встрече с Жахарами обещал, что бараки на улицах Шапаева и Мира будут знесены и на их месте заявится сучасный жилый микрорайон. Губернатор слово трымает и две шмат поверховые высотки уже упрыгоживают Витебск. На этом заведение жилого сектора не спыняется. В планах будовництва еще трех десятиповерховых домов. И они разместятся компактно на невеликой территории. Побыч зимы находится дитяшая плясовка, а до какой зараз мало что засталось. В округе ни одной нету, в этом доме нет площадки, там нету, нигде нету, одна. Она стояла лет пятьдесят, даже больше. Еще покойный Вильгельм Семенович Хайкин построил. Я ее двадцать лет тут тоже лелеял и сердце кровью обливается. Жалко, конечно. Детей жалко. Тренер дитяша футбольных команд не кривить душой. Так это и плясутся за все-таки пить житё. Развитываться с дворовым баскетболом и мини-футболом, турниками и полосой пирожкот не хотелось. И Ройко бы уповнено, что раз бы да у Никиты так лихо взялись за справу, универсальную дитяшую арену уже не вырытывать. Хотите сказать, что не вернут площадку на место? Есть такое, да? Есть такое, да, потому что везде все строится, везде машины, машины детям. Ну, я не знаю. Мои внуки тоже бы хотелось сюда привезти со временем, но думаю, что ее не будет. Закроют это все и, конечно, беда, беда, беда. На самой справе ситуация не катастрофишная, она вот на дворот. Работы по заведению домов идут сгодно за отверженным планом. Как поддрактовать пляцовку для будущей забудовы, необходимо вынести чатку инженерных сеток. Это га патрабоя и газопровод, який якраз пересекая пляцовку. Демонтажные работы почалися, але худка рабочая усе вернуть на свое место. В составе проекта у нас есть как вынос, так и восстановление этой площадки. То есть, вот мы аккуратненько демонтируем силами УАО «Жилстрой» эту площадочку, аккуратненько все складируем. Как только сети будут перенесены, подключены, мы сверху положим асфальтобетон, установим игровые комплексы в таком положении и в таком состоянии, в котором они были. Даже подкрасим. Поэтому просим, приносим свои извинения жильцам прилегающих домов за временные неудобства. Я подчеркиваю, временные неудобства. Значит, в ближайшее время, я так думаю, что где-то там к началу мая, к майским праздникам, эта площадка будет восстановлена, покрашена, приведена вид самая, ну и площадка будет огородна. Сергей Мисурагин, Александр Рындзин, Новины Витебска. Международный фестиваль сучасного танца студентов ВНУ стартовал в Витебске уже третий год за прием, организуется Белорусским Республиканским Союзом Молоди на базе Витебской Академии Ветеринарной Медицины. Все лета в конкурсной программе проявится безмогу студенты 14-ти высшейших научных установ в Беларуси и России. Открытие форума прошло в сучасном формате. Импровизованы дискотеки и выступления музычных гуртов. У першиню тут прогучал и гимн фестивалю, который написали студенты Вет-Академии. Фестиваль стал не просто конкурсом танцевальным, он стал образовательным форумом, полноценным форумом, который включил в себя проведение мастер-классов знаменитых хореографов, балетмейстеров Республики Беларусь и Российской Федерации. Это и насыщенная культурно-развлекательная программа для участников фестиваля. Это и разделение конкурсных блоков по направлениям. У нас теперь два направления. Современный танец и современная хореография. На этом наш выпуск завершен. Я развитываюсь с вами у всякого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok